Александр Егорович и Галина Александровна встретились еще в студенческие годы в городе Нальчик. Как они сами вспоминают, совершенно разные по характеру. Прилежная ученица и хулиган-двоечник. Казалось, им найти общий язык невозможно. Но Александр из всех девушек приметил именно ее. И без раздумья практически сразу решил жениться. Это у меня девочки от табор целый, девичьи. Вот, я так посмотрел, вот она мне глянулась сразу и решил, все, я свое нашел. Галина Александровна – педагог по образованию. Общий стаж работы – 57 лет. Александр Егорович выбрал для себя не менее благородную профессию – милиционера. В Анапу супруги переехали в 62-м году. И с того времени место жительства не меняли. По словам друзей и коллег, семья Дудиновых – пример трудолюбия, взаимоуважения и супружеской верности. То, что видела я, да, как Галина сам спускалась по лестнице. И каждый раз, каждый раз, идя на работу, она говорила, Саша, а Саша на балконе стоит. Это было не один раз, это было все время. Помню, как бежит Александр Егорович с цветами, галочки. Это галочки. Чтобы она у меня самая красивая была. Она и была самая красивая, сейчас самая красивая. Да, да, да. Вот для нас это пример. В доме есть свои уголки уюта. Здесь самое дорогое – портреты детей и внуков, ордена и грамоты, а также памятные сувениры. А в этих фотоальбомах хранится вся история семьи Дудиновых, начиная со студенческой скамьи. Секрет семейного счастья для этих людей прост. Надо просто уважать друг друга. И в жизни все бывает. И обиды, и ссоры. Ну, жизнь есть жизнь. И главное – не зацикливаться на недостатках. Мне что-то не нравится в нем, ему не нравится что-то во мне. Надо уметь прощать. Надо уметь вовремя остановиться. Правда, с годами это так трудно, но все равно. Надо уметь вовремя прикусить язык. Все праздники Дудиновы отмечают вместе. У Александра и Галины небольшая, но дружная семья. Сын Алексей живет с женой и детьми. Бабушка и дедушка души нечают в своих внуках. С самого рождения помогали их воспитывать. Организовывали игровые вечера, придумывали интересные конкурсы и головоломки. Теперь подросшие внуки отплачивают той же монетой. Помогают по хозяйству, покупают продукты и всегда готовы поддержать в трудную минуту. Здоровья хочу пожелать. И не потерять вот эту искорку, не потерять вот эту любовь, которая у них есть. Но я думаю, что это невозможно. Они любят друг друга настолько, насколько это в принципе возможно. Поэтому просто здоровья хочу пожелать. И пускай подольше будут с нами. 60 лет вместе – это в три раза больше, чем поодиночке. И все эти годы в семье царит любовь, понимание и взаимоуважение. И если нашей молодежи нужны герои, на которых хочется равняться, то пусть они будут такими.